Соратник мой по нашим оазисным трудам, потому что всё мы делаем вместе. Вот, Оксана замечательный поэт, Оксана замечательный человек. Оксана родила и вырастила потрясающую Алену, которая музыкант просто от Бога. За что тебе отдельное спасибо? Вот, это от тебя зависит. Оксана Рачкулик. На самом деле я приготовила стихотворение про материнство, но не думая, что ты в ушко валишь. Просто потому, по той простой причине, что мы с тобой обе мамы. Вот, и наши детки, это наша, по-моему, главная радость и главное украшение наше, в общем-то, главная наша поддержка. Ну и заботы, конечно. Забота это и есть жизнь, мне так кажется. Вот. Ну вот, стихотворение. Зоя, ну как же мне разбирать? Ну хорошо, я где-то так. Да, я уже была на балконе у вас. Да, потому что ты, когда ты слушаешь, вот когда у нас шла звукозапись в этом зале, без зрителей, это очень трудно без, ну, без сноровки. Читать для звукооператора, да, то есть, чтобы надеться на песню. Никто тебе не реагирует. То есть, звукооператор на тебя не смотрит, он занят звуковой дорожкой. Вот, это очень трудно. И вот здесь вот села Зоя, и она прослушала нас всех. Все наши песни, все наши стихи, каждое движение правее она реагировала. И это было прекрасно. Вдруг, заблудившись в собственном жилище, приникне к миру в проруби окна. Там чей-то снег, и чей-то ветер свищет, и чья-то незнакомая луна. Фонарь бездомный в переулке стынет. Смотри, смотри, здесь жизнь твоя отныне. Здесь плавит снег, а павшими боками стада устало дремлющих домов. Все город твой, не принявший волхвов, исходит в ночь зыбучими огнями. Он не считает собственных грехов. Он всех пророков числит земляками. Но ночь легла благословением свыше. На эти ветви, лавочки и крыши. Под пение неслышимых псалмов. Смотри, смотри, здесь плоть твоя и кровь. Тебе уже не убежать отсюда. Исход всех битв, всех чаяний итог. Ты прорастаешь в этот городок улыбкой новорожденного чуда.